МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. У западноармянских черных роз есть зеленый конкурент. Сенат Миннесоты принял резолюцию о признании Республики Арцах. Число людей, зараженных коронавирусом в Армении, увеличилось на 163 человека. 24 человека прошли лечение. Турецкие самолеты отправляются в ЮАР с медмасками, на борту возвращаются с боеприпасами. Около 2000 боевиков из числа сирийских демократических сил движутся в Ливию. В Ване было конфисковано большое количество незаконных пойманных рыб тарых. Память основателя фонда ИАП Армена Ахназаряна. На днях мы представили нашим читателям материал о натуральных черных розах провинции Урфа в Западной Армении. Теперь мы хотели бы обратить ваше внимание на зеленые розы, растущие в той же провинции Халфет в Урфе. Натуральная зеленая роза, кроме цвета, во многом похожа на черную розу, растущую в той же местности. Планируется создание теплиц для зеленых роз. Выращенные в теплицах зеленые розы могут создавать новый рынок, способствующий развитию экономики региона. При выращивании зеленых роз не используются химические элементы, роза растет естественным образом. Ануш Джавалян, советник-спикер Национального собрания Республики Арцах, сообщила в своем посте на Фейсбуке, что Сенат штата Миннесота США признал республику Арцах. Чрезвычайные новости из США. Сенат штата Миннесота США принял резолюцию о признании Республики Арцах и объявлению. 5 мая днем признание Республики Арцах отмечается в записке. В Армении за сутки зарегистрировано 163 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом новости Армении в Ньюс.ЕМ сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Республики. В общей сложности на утро 6 мая в стране зарегистрировано 2782 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечится 1600 человек. За день их число увеличилось на 138. Выздоровели 1135 человек, 24 за последние сутки и скончались 40 пациентов. Еще один гражданин, у которого был диагностирован коронавирус, скончался из-за иных болезней. Общее число таких случаев 7. На прошлой неделе из Турции в Южную Африку вылетели по меньшей мере 4 военных самолета, только один из которых перевозил медикаменты и остальные для импорта военной продукции. По словам Разминфа, об этом сообщила южноафриканская Daily Maverick. Турция закупает военную продукцию у Rain Metal Dennal Munition, которая является южноафриканским предприятием крупной немецкой военно-промышленной компании. По данным издания, продукт был адресован турецкому государственному предприятию «Механическая и химическая промышленность», которая занимается производством боеприпасов для различных ракет, отдельных деталей, огнестрельного оружия, взрывчатых веществ. Источник сети Twitter Линси Снелл сообщает, что около 2000 бойцов из состава подконтрольных Турции, султан Салейман Шах, дивизия Аль-Хамза, Аль-Джабхат Аш-Шамья, направились из Идлиба в Турцию и провинцию Хатай, после чего будут отправлены в Ливию, чтобы выступить в качестве подкрепления для боевиков нелегитимного правительства национального согласия. По данным источника, это самое крупное из зафиксированных перебросок протурецких бойцов в Сирии. В связи с тяжелыми потерями в Ливии, Анкара усилила кампанию по вербовке, а также прекратила финансирование для крупировок, которые отказались от участия в боях на стороне ПНС. Так, без финансирования уже остались боевики Фейлак Ар-Рахман. В период с 15 апреля по 15 июля каждого года в провинции Ван, Западной Армении, рыбный промысел в озере Ван официально запрещен. В этом году были приняты строгие меры по защите рыбы от браконьеров. Однако, некоторым из них удалось незаконно поймать 10 тонн рыбы Тарых. В результате проверки, проведенной полицейскими подразделениями Ваном, были остановлены два грузовика. Обыск выявил 10 тонн 625 килограммов рыбы. Конфискованные рыбы и рыбные снасти были переданы в управление сельского и лесного хозяйства. 5 мая – день рождения Армена Ахназаряна, президента-основателя фонда изучения армянской архитектуры. Армен Ахназарян – человек, который, игнорируя различные искусственные препятствия и опасности со стороны турецких властей, по собственной инициативе раз за разом совершал научные экспедиции в Западную Армению. В итоге, перед окончательной утратой армянских памятников, цивилизации во многих населенных пунктах и древних местах почти всех провинций Западной Армении, он часто впервые изучал сотни архитектурных памятников и создал уникальное наследие. Твоя память бессмертна, дорогой Армен. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Шаракан ансамбль. Продолжение следует... Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!